Теперь, чтобы увидеть нерпу или пираньи, не обязательно ехать за границу или штудировать интернет. Достаточно посетить самый большой океанариум в Европе, который открылся в начале августа на ВДНХ. Как вы понимаете, нас строители, конечно, больше интересуют не рыбы и млекопитающие, а технологии и материалы, с помощью которых это сооружение было построено. А для такого детального изучения нам понадобится объект поменьше, например, мега-аквариум в Берлине. Почему именно его мы выбрали в качестве подопытного кролика, сейчас увидите. Итак, этот мега-аквариум выполнен в форме цилиндра. Его высота 25 метров, а диаметр 11. Такие размеры заставят вас усомниться, что вы видите всю эту конструкцию на Еву. Но все становится проще, если разобрать весь этот аквариум на детали. Эта гигантская колба состоит из двух цилиндров разного диаметра. Внешний 11 метров, внутренний около трех. Пространство между ними заполнено водой, а внутри находится двухэтажный лифт со стеклянными стенками. Сами цилиндры сделаны из акрилового стекла толщиной в 22 сантиметра. Но они не цельнолитые, а сделаны из 26 и 15 секций. И только благодаря тончайшей подгонке частей конструкции она выглядит монолитом. Стоит весь этот мега-аквариум на массивной 9-ти метровой опоре, а весит около 150 тонн, но с водой, конечно, больше, около тысячи. И еще важная деталь. В основании этой колбы находится очистная мощная станция, которая эту тысячу тонн воды фильтрует всего за один час. Впечатляет, не правда ли? А теперь умножьте объем затраченных сил, энергии, материалов и времени строителей как минимум на 10. И вы получите параметры океанариума на ВДНХ. Как строили крупнейшую в Европе аквагалерею, что интересного, можно там увидеть в репортаже Ольги Азаревич. Большой. Новый. Современный. Все это характеристики самого громкого открытия этого лета. Центра океанографии и морской биологии Москвариум. Здесь, конечно, восторг. Во-первых, в Москве у нас такого не было. Очень такая вообще большая, огромная экспозиция. Красочная. Представлено очень много разнообразных рыб. Все пространство моста аквариума условно разделено на несколько зон. Мы сейчас находимся в одной из первых. Это целая система из 80 аквариумов. На общей площади 12 тысяч квадратных метров. Теперь живут более 7 тысяч видов морских обитателей и пресноводных со всех концов света. Гигантское здание из стекла и бетона имеет 5 уровней. Его площадь, а это более 40 тысяч квадратных метров, в разы больше всех павильонов выставочного центра. Для сравнения, площадь центрального павильона ВДНХ составляет чуть более 3 тысяч квадратов. Для таких размеров строители использовали самый прочный бетон марки В-90 и сверхпрочное акриловое стекло. Оно в два раза легче и в 15 раз прочнее обычного. Каждая экспозиция здесь это настоящий аттракцион. Кроме огромных панорамных аквариумов, есть еще вот такие любопытные конструкции, стеклянные полусферы. Попадаешь сюда, испытываешь невероятный эффект погружения на дно морское. Рыб здесь не только показывают, но и изучают. Это крупнейшая коллекция фауны. Есть и представители пресноводного Байкала и австралийского Большого Барьерного рифа, ледников Гренландии и вулканических берегов Камчатки. У нас ветеринарная служба, которая следит за состоянием наших млекопитающих, за рыбами в аквариуме тоже следят специалисты для того, чтобы поддерживать и состояние воды, температурный режим, режим солености для морских обитателей. Ну и пресная вода тоже, соответственно, анализируется. Кругосветное путешествие в москвариуме строится по принципу обучения через развлечения. Один только театр ластоногих, чего стоит. Сам бассейн театра поражает своими размерами. Глубина в центральной точке составляет 14 метров. Это высота пятиэтажного дома. Длина 50, а ширина 30 метров. По словам организаторов, в бассейне установлена специальная система очистки воды. Ее проверяют 10 раз в день. Особенно популярно среди посетителей пространство контактного бассейна. Здесь можно не только увидеть обитателей морских глубин, но еще их и потрогать. Правда, для начала придется постараться и поймать. Такое хорошее впечатление. Не сопротивляется, но так, немножко совсем. А не болит? Нет. Такое незабываемое ощущение. Вообще, просто прелесть. Это еще один глубоководный морской аквариум. Его главные обитатели – это акулы. Здесь можно благодаря стеклянным сводам наблюдать, как они проплывают буквально на расстояние вытянутой руки над головой. Уникальный комплекс на ВДНХ превосходит многие из мировых аналогов по своим технологиям, уровню качества и надежности. Кстати, о надежности. Для этого объекты строители разработали свою систему безопасности. При экстренных ситуациях в здании срабатывает принцип воронки. Вся вода из аквариумов уйдет в специальные трубы. Как говорится, гости смогут выйти сухими из воды. Подземные тоннели, в которых расположены аквариумы, сегодня могут принять до двух с половиной тысяч гостей. Кстати, для них сегодня сотрудники Москвариума готовят новый сюрприз. Этой осенью здесь откроют специальный центр, где можно будет поплавать с дельфинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова